Нужно добежать, попасть в розетку. Человек, который розетка, говорит, есть попадание, вы назад, быстренько мама переодевает, так же потом дочка переодевает. Мамы, папы, бабушки или дедушки, ну и, конечно, дети. Семейный праздник собрал на территории Центра ровесник самых спортивных представителей Балаковских ТОСов. В рамках данного проекта «Самая спортивная семья». Представлено шесть спортивных семей. Большая заслуга председателей ТОСов. Без их, конечно, участия, без их помощи мы бы не смогли организовать. Праздник получился увлекательным, дружным, энергичным, несмотря на такую не совсем праздничную погоду. Задания простые, но веселые для того, чтобы каждый участник смог их выполнить. Забавные эстафеты, мини-футбол, проверка сплоченности команды. Когда-то во дворах такие праздники были не редкость. И вот настало время возрождать былые традиции, но в более современной форме. Сегодняшний спортивный праздник – это пример того, как реализуется этот проект здесь, в наших городах. И мы видим, насколько удалось объединить усилия и жителей городов, и органов местного самоуправления, для того, чтобы жизнь была комфортнее, для того, чтобы вот эти инициативы собрать граждан и привлечь активных людей, активных горожан нашего города к таким замечательным праздникам, проектам. Территориальные и общественные самоуправления в Балакове начали формироваться совсем недавно. Активные жители объединяются для того, чтобы совместными усилиями делать дворы комфортнее. И для того, чтобы поддержать ТОСы, фонд АТРАЭС объявил сразу несколько конкурсов. Так на территории шести дворов появились спортивные и детские площадки. Затем началась реализация следующего проекта. В первую очередь этот проект направлен именно на развитие территориальных и общественных самоуправлений. Это новое понятие для нашего города, но уже порядка 12 территориальных и общественных самоуправлений мы создали в этом городе. В качестве вот этой поддержки и существуют такие конкурсы, чтобы сплачивать людей, чтобы они понимали, что двор – это их место, где они будут проводить время, досуг и сами могли его благоустраивать. Активные участники ТОСов не только благоустройством должны заниматься, но и отдыхать вместе. Кто-то вышел на первый праздник двора по просьбе председателя, кто-то по зову души, но каждая семья получила только положительные эмоции. Замечательные конкурсы. Главное, что они веселые были и для всей семьи. Это очень прекрасно. Все здорово, все понравилось. Конкурсы отличные, все хорошо, мы довольны. По итогам конкурса определились самые спортивные семьи, которым вручили памятные подарки – мультиварки, электрочайники, фильтры для воды. Хотя без сюрпризов в этот день не остался никто. И вот все команды на сцене, все вместе они – одна семья. Первый общий праздник удался, но мероприятия будут проходить и на территории каждого ТОСа. И, может быть, после шуточных состязаний, организованных при поддержке фонда АТРАЭС, в других дворах тоже можно будет услышать. Эй, соседи, выходите во двор, поиграем.